привет дорогие друзья гости моего канала сегодня я пеку торт на новый год это наш любимый семейный торт черный лес у меня уже принципе есть на канале этот торт но там идет другой бисквит бисквит получается очень пышный воздушный и просто делается итак приступим для приготовления нам понадобится 2 яйца 200 грамм сахара 200 миллилитров молока жирность 3 2 у меня рюмочка 100 граммовое растительного масла без запаха 60 грамм какао разрыхлитель тесто 12 грамм сода пол чайной ложки ванилин мука 350 грамм высшего сорта и мне нужен будет еще кипяток и так для начала мы смешаем все сухие ингредиенты 350 грамм муки я пересеяла через ситечко так добавляю какао 60 грамм и также добавляем сюда сразу сахар перемешаем теперь нам нужно взбить будет яйца растительное масло и молоко также сюда добавляем кипяток 200 миллилитров кипятка чайник только что закипел так еще нужно добавить разрыхлитель теста также ванилин так пол чайной ложки соды нужно погасить уксусом уксус у меня 9 процентный столовый так теперь всыпаем все сухие ингредиенты и взбиваем итак у нас получается вот такое тесто шикарное тесто очень хорошо пахнет насыщенный шоколад по цвету и выливаем форму я ничем смазывать не буду потому что у меня силиконизированный пергаментная бумага и так ставим выпекаться в разогретую предварительно духовку на 180 градусов режим конвекция на средний уровень вот так вот ориентировочно 15-20 минут и так тем временем когда у меня печется корж я сварю вишню для нашего торта значит и нам потребуется пол килограмма вишни без косточки у меня замороженная прям с морозилки на у меня ребятки еще вот видите со льдом даже и тогда вишни мы добавляем 4 с горкой хорошие ложки сахара столовые и размешаем сейчас вишня у нас растает тем временем пока у нас сахар растворяется вишня мы приготовим крахмал значит нам потребуется у меня картофельный крахмал чашечка раз-два две ложки столовой с горкой крахмал добавляем холодную воду и расколачиваем так расколотили и так вишня закипела добавляем крахмал это ребят знаете как заваривается кисель вот так само сначала она такое жидкое а потом должно заглушнуть итак я пересыплю начинку для того чтобы она скорее остыла ребята можно эту начинку готовить даже для пирожков она не растекается в пирожках начинка торта готова пускай остывает итак теперь мы сделаем крем 700 грамм домашних сливок это сметана очень жирная и стакан сахара 220 грамм взбить миксером друзья вынула бисквит в духовке простоял мне 20 минут немного остыл я его вынула формы начала разрезать его и все время думала что меня снимает моя камера как оказалось она у меня не снимала в этот момент я вам хочу показать какой получился бисквит посмотрите дорогие мои бисквит просто сказочный он насколько мягкий насколько сочный получается просто вообще сказочный я вам серьезно говорю можно использовать для пирожных картошка для любого шоколадного торта подойдет этот бисквит также я срезала шапочку вот смотрите видите такая она получается глянцевая эти кусочки я буду использовать на обсыпку бортов торта итак я начну сборку торта значит вишня у меня уже тоже остыла я ее выставляла на холод так сюда мне нужно вот так вот две ложечки берем наш бисквит смотрите какой получился очень вкусно ребята очень вкусный бисквит и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляем 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 DimaTorzok мы растянуть потому что он сейчас застынет и потом вы его уже не растяните такой у нас получается тортик сверху так и теперь обсыпем баком теперь я немножко украшу его я взяла столовую ложку сметаны добавила туда немножко какао сахара я не добавляла просто я сделаю небольшие такие разводы на тортике сверху тортик я немножко украшу грецкими орехами ну что вот такой торт у нас получился в этом году можно украсить любыми орехами не только грецкими у меня поджаренные грецкие орехи обычные ребята ну посмотрите он очень большой но минимум 3 килограмма я знаю точно что он вкусный так что повторяйте мой рецепт даже не сомневайтесь я готовлю рецепты только те которые у меня я уже готовила я знаю что они сто процентов рабочие и не очень и очень вкусные я еще покажу какой он получается вам в середине когда мы будем его уже резать на новогоднем столе ну что дорогие мои с наступающим вас с новым годом до встречи до нового видео пока